В Астане жильцы двух домов вот уже несколько лет живут без отопления и горячей воды. Стены сыпятся, а в одном из домов кровля крыши и вовсе вот-вот обвалятся. Строения признаны аварийными и годятся только под снос. Местные власти предложили жильцам квартиры в новом доме. Вот только люди не спешат переезжать из своих старых квартир. Почему, расскажет моя коллега Аселя Жан-Барша. Сначала в этом районе по улице Сму было расположено 9 домов. Все они были признаны аварийными. 7 из них снесли. Жильцов переселили в новые дома в районе Жгалау. А вот жильцы оставшихся двух домов только мечтают о новоселье. Представители Акимата также обещали расселение в новых домах на левобережье столицы. Но, как оказалось, все это только на словах. 27 декабря нам пришло письменное извещение, что мы идем под снос. Мы Новый год прождали, думаем весна, наверное, уже скоро переселят. Когда мы обратились в январе месяце в департамент, нам сказали, что нас еще не переселяют. А все потому, что обещанные квартиры в столице решили заменить на квадратные метры в поселке Пригородный. А ведь он находится в 20 километрах от города. Это вызвало волну возмущений у жильцов. Многие работают в городе, и добираться до него предстоит часами. От Пригородного мы сразу им сказали, что мы отказываемся. Так как этот район очень далеко от нас, мы здесь работаем все в старом городе. Здесь работаем? Да, детсад у нас здесь, школы у нас здесь. Так что нам очень далеко туда добираться. Но расстояние до города – это лишь одна проблема. Новые квартиры, предлагаемые Акиматом, в разы меньше тех, в которых люди проживают сегодня. Взамен на двухкомнатную квартиру предлагают однокомнатную. Пускай они дадут нам на Жагалау однокомнатные для тех, у кого подходит квадратура. И те, у кого больше квадратуры, пускай дают двухкомнатные, как и обещали. Потому что это не дело, если они срезают, урезают квадрату. Чем, получается, те дома там живет элита, раз им дали кому-то за однокомнатную, двухкомнатную. Всего в этих двух домах проживают около 40 человек. Ежегодно жильцы закупаются углем, так как отопления и горячей воды в домах нет. Стены сыпятся, а крыша в одном из домов и вовсе не сегодня, так завтра обвалится. Это все надо перезабивать, это мы будем все сами переделывать, если нас не будут сносить. Потолки вон они уже все сыпятся. Не удивлюсь, если в один прекрасный день второй этаж к нам спустится. Потому что с окна сифоник невозможно. Хотя мы его утеплили, все, чтобы было теплее. Жители аварийных домов не намерены сдаваться. В поисках справедливости они готовы ждать сколько угодно, лишь бы получить положенные им квадратные метры. Вот только сколько еще времени выдержат стены ветхого жилья неизвестно. Как такое могло случиться, что одним соседям выделили квартиры в новом престижном районе, а другим предлагают переехать в пригород? За ответом на этот вопрос мы обратились в Акимат. Будем держать вас в курсе.